Я приветствую всех! Это Первый городской. В эфире проект интервью дня. Меня зовут Наталья Булдинская. И я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это человек творческий, молодой начинающий фотограф Анастасия Тимченко. Здравствуй, Настя. Рада тебя видеть. Ты из поколения фотографов, которые используют для работы в том числе не только фотоаппарат, а и телефон. Да. Насколько это не то чтобы удобно, но в плане качества не страдает работа? Знаете, что касается качества, очень субъективно можно судить в той фотографии, которой я занимаюсь. Сейчас у меня стрит фотография и на данный момент я ставлю приоритеты не в качестве, то есть не пиксели, не разрешение, а в сюжете, цвет, линии и то, что будет зрителям его трогать. И могу сказать, что это очень удобно, это незаметно, легко, это очень хорошие характеристики для того жанра, которым я занимаюсь. А вопрос незаметности, вот как часто тебе удается быть незаметной, снимая фотографии на улице, снимая людей в том числе? Знаете, поначалу было это очень весело, так сказать, я переживал, я боялся, потому что ты проходишь и ты видишь, вот у меня, знаете, такое бывает, иду, вижу, очень хочу сфотографировать, и всё есть просто, фактура, сюжет, всё есть, события. Но я стеснялась очень сильно и думала, вот я подойду, знаете, меня или наругают, или это как-то очень неловко, знаете, когда незнакомые люди, это очень пугает. Но это всё опыт, это опыт и практика. Как ты выходила из этих ситуаций? Перебарвала себя и фотографировала всё-таки или чаще нет? Первое время нет, я просто проходила мимо и где-то там за углом плакала, почему я не сделал, но потом всё-таки желание переборола, и мой учитель, мой наставник Андрей Анатольевич, он мне помогал, подсказывал, и всё-таки я решилась. И, знаете, это было очень резко, в один момент я увидела, нет, я должен, я просто хочу это сделать. И всё было очень неловко, то есть это вот буквально было, мой на вытянутую руку подошёл, что-то сделал, всё так поступало. Не было негативной реакции вот людей в твоей практике? Нет, нет, не было, потому что первый раз это было в толпе, был какой-то праздник, и знаете, когда у всех в руках фотоаппараты, то не особо я был… Выделялась. Да, не особо выделялась мобильным телефоном, поэтому, слава богу, всё обошлось. Были негативные реакции уже в дальнейшем, то есть спрашивали, зачем, почему, как, права свои предъявляли, то есть вот это моё личное пространство, что ты делаешь, зачем, как. Я советую из таких ситуаций выходить, знаете, никакой фотографии, никакой кадры, он не стоит негативных эмоций, негативного осадка, который остаётся после этих встреч, да, да, извините, вот смотрите, я удаляю, и всё хорошо, то есть в таком вот плане. Но это таких реакций меньшинство, то есть люди обычно нормально реагируют на подобные? Обычно я незаметна. То есть уже уровень такой, что сливаешься с интерьером, да? Да, да, главное это делать, ну если видишь уже, и видишь, что тебе приходится снять от человека или какое-то событие, что придётся пойти вплотную. В основном у меня это получается за счёт, точнее я пытаюсь так делать, чтобы не было эффекта подсматривания. То есть чем ближе вы к объекту съёмки, тем ощущается эффект вот, что вы рядом, вы здесь, именно в этой всей атмосфере. И просто я уже привык, у меня какие-то свои уловки, фишечки, знаете, присел шнурочки завязать или зевнул, раз, фотографировал как-то незаметно или ещё что-то, ну. А вот как вообще происходит этот процесс? Вот ты говоришь, что основная твоя тема это стрит-фото, то есть уличная, да, фотография. Да. Как это, вот ты идёшь по улице и что может привлечь своё внимание? Всё что угодно, честно. Я иду, гуляю, ну это не только на улице, то есть это дома какие-то ситуации, в гостях может быть, знаете, это сложный вопрос на самом деле. Ну ты идёшь, я сформулирую так, ты идёшь и смотришь конкретно или ты просто идёшь по улице и вдруг твой взгляд видит интересный сюжет? Я поняла. Понимаете, это всё происходит, если я иду целенаправленно фотографировать, у меня есть вдохновение, настроение, я думаю, вот пойду, пофотографирую. Да, конечно, я иду, оборачиваюсь, смотрю, пытаюсь что-то понять, уловить. Ну знаете, вот если честно, сейчас у меня это всегда происходит, то есть я просто иду гуляю с кем, с друзьями или просто прогуливаюсь, я сразу вижу, если что-то интересное, если уже, ну не знаю, мне уже это, я настолько… Да, это же образ зрения всё-таки, да, какой-то фотографический. Я так люблю это, я так этим живу, что я просто вижу, смотрю и если нравится, если мне кажется, что это подойдёт, просто фотографирую и всё. Настя, ты учишься на фотографа. Да. У нас в студии было уже немало фотографов достаточно и далеко не у всех у них есть профессиональное образование. Ты уже закончила первый курс, ты отучилась уже вот год, твой учитель Андрей Самойлов. Расскажи, как вообще происходит процесс обучения фотографии, что вы изучаете и как это в общем можно описать? Это просто увлекательно, очень интересно, в том плане, особенно с Андреем Атольевичем, мне очень повезло с моим учителем, с моим наставником, всё произошло, кстати, очень случайно. То есть я специально не искал, меня никто тоже не искал, просто так получилось, что мы познакомились, мы начали общаться и меня сразу заинтересовал этот человек, потому что он очень просто и доступно это всё объясняет. На тот момент ты фотографией уже занималась? Да, да, я год уже занимался один. То есть это, у меня появился мой первый фотоаппарат, я снимала на фотоаппарат, на цифру. Это было, знаете, ну, как у всех начальных, это всё подряд, всё много-много, непонятно что, девочки, мальчики, подружки, то есть всё-всё-всё. Но я очень хотела чего-то большего. Я сразу, когда купила фотоаппарат, я поняла, что хочу профессионально заниматься, в том плане, что вот профессия, я хочу учиться, я хочу знать... То есть не просто по наичу, по интуиции, да, фотографировать, а именно знать какие-то основы, так сказать, матч-часть, да, и теорию. Я всё хотела изучить, и я специально не искал, как сказать, заведение. То есть я изначально... Оно нашло тебя само, не так что не поучительством? Оно нашло меня само, действительно. Я изначально хотел пройти все курсы, которые у нас есть, прям роги. Знаете, я всё облазила в интернете и смотрела все курсы, которые у нас есть, все школы, всё, пойду, запишусь везде, по полочкам, по списку, чтобы узнать у всех учителей, кто что преподает. На курсы попала в итоге на какие-то? Нет, зачем, я же я нашёл своё заведение. Попала в школу, да? Да, попала уже. Учебное заведение. Да, и как бы я счастлива, я попала, и у нас много практики. И вот по итогу, кстати говоря, 21 сентября в выставочном зале городском открылась твоя персональная выставка, первая для тебя, в 17 лет, по-моему, это очень неплохо. Я предлагаю сейчас посмотреть часть работ, которые ты представила, это чёрно-белое стрит-фото, давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что за чувства испытала, глядя на работы, не просто на компьютере распечатанной, а уже на стене выставочного зала? Знаете, это особый трепет, это моё, родное, и вот самое, знаете, такое интимное действие, когда ты сам снял, сам в рамочке это всё засунул, сам повесил, на этой лестнице помучался, всё привязал, и вот всё, они висят, ты встал один, тишина. Да, в зале никого нету ещё, и стоишь, смотришь, и вот честно, я не поверила, что это всё я сделала, что это мои работы, это моё. Мне было очень приятно на это смотреть, и я подумала, да, это моё. Я хочу заниматься этим. А ожидала какую-то реакцию? То есть для тебя важна была реакция зрителей, публики? Конечно, конечно. Это, знаете, это очень важно для меня, как художника в таком плане, очень важно, для меня важен диалог между автором и зрителем через работу, мои работы. И мне, конечно, очень было важно, для меня главное, чтобы была какая-то эмоция. Мне всё равно, позитивно, негативно, и главное, чтобы не было полного безразличия. Не оставить равнодушными зрителей. Да, не оставить равнодушными. У меня были такие ситуации на моей выставке, что ко мне подошла моя знакомая и говорит, ой, Настенька, всё хорошо, всё хорошо. Ну я так расстроилась, мне прям плакать захотелось, ну всё хорошо, ну вот грустно так. Честно, я обрадовалась, я стою, улыбаюсь, потому что мне приятно. Были ситуации, когда люди подходили и говорили с улыбкой, радовались, что-то своё, какие-то свои ассоциации. Знаете, это работа. Работа зрителя — это тоже очень важно. У зрителя должен быть какой-то багаж, чтобы увидеть, понять, пропустить через себя. Поэтому, знаете, у каждого автора должен быть свой зритель. Ты свою публику уже на первой выставке почувствовала? Да, я набираю, я хочу, очень, мне было приятно, что, может быть, кто-то увидел меня как автора, а я нашёл как зрителя кого-то. Это очень важно. То есть без зрителя моя работа, это ничего не значит. Я хочу, чтобы меня... Находила обратная связь была? Да, конечно, это очень важно. Это, знаете, трогает очень меня как автора. Это для меня очень важно. Все работы чёрно-белые. Чем тебя так привлекает эта классика жанра для тебя лично? Классика, да. Чёрно-белые люблю. Ну, да, во-первых, вы сказали правильно, это классика. Это всегда есть и будет. И, знаете, с цветом, с цветной фотографией нужно уметь работать. Не каждый это умеет. Нужно видеть. И я на данный момент, я хочу, конечно, попробовать, я буду пробовать цветную фотографию, но сейчас... А до этого в цветном формате ты не снимала? Снимала, конечно, много снимала. Снимала, но, знаете, сам такой кайф. Я получаю чёрно-белый, потому что... Ну, вот ты когда видишь кадр, вот на улице даже идёт, ты видишь его уже чёрно-белым или... Да, да, да. Уже чёрно-белым, уже чёрно-белым. И, знаете, вот ещё важно, в цветной фотографии очень важно расставлять акценты цветовые. А когда это стрит, когда это доля секунды, это очень сложно оценить, очень сложно оценить. И поэтому из-за этого тоже чёрно-белое, потому что очень важно... Там нет нижнего, да? Очень проще передать, наверное, эмоцию, смысл. Да, очень... Точнее, намного проще это сделать в чёрно-белом. Существует ли мода в фотографии? Вот на сегодняшний день какая? Какие модные тенденции, может быть, следишь ли ты вообще за этим? Знаете, если честно, мода, мода. Я, знаете, я очень не слежу, честно, я не слежу за этим. Ну как, я много читаю, много увлекаюсь. Я смотрю, то есть мне интересно, но так, чтобы следить, нет. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Для меня сейчас важно изучить основы азы, понять, почему, как это делалось раньше. А мода, знаете, она всегда меняется, она всегда разная. И как бы грустно это ни звучало, на данный момент именно фотографии модно то, что можно продать. Особенно в коммерции и так далее. На данный момент мне это неинтересно. Я хочу пополниться душой, душой и прочувствоваться такой фотографией. Идеальный кадр какой он, по-твоему? Идеальный кадр. Каким он должен быть? Что в нём должно быть? Правдивость. Правдивость. Идеальный кадр должен быть правдой. То есть постановочная фотография сюда уже как бы не очень относится или всё-таки? Нет, конечно же относится. Конечно же относится. Но здесь немножко другое. Если вот лично по мне судить, лично моё мнение, я оценю, я много чего ценю в кадре, но вот для меня самый главный критерий – это чтобы была гармония и правдивость. Потому что без этого не будет этих критериев, не будет ничего. Вопрос, который я задаю всем фотографам, которые появляются у нас в студии. Твои любимые места для съёмки в Кривом Роге? Возможно, ты откроешь что-то новенькое. Там, где… Сейчас я подумаю, просто я не зацикливаюсь так над этим. В основном, наверное… Это просто улицы или это парки, или это какие-то промышленные объекты? Это всё, наверное, всё. Это всё. И у меня были любимые места у меня в Центральном городском районе, в моём родном, на Карла Маркса. Дворики. Есть очень хорошие дворики. Там стенки. Я очень люблю стены, кстати. Я в Кривом Роге ищу стены, желательно… Такие, да, материалы? Да, чтобы они, знаете, были желательно обтрёпанные, старые, чтобы дышало. Это всё атмосферой нашей, такой Криворожской. Мне это очень нравится. Вот сегодня буквально… Я постоянно нахожу новые места, то есть я гуляю, мне очень нравится. Сегодня вот буквально сегодня я фотографировал памятник. Просто я не помню, как он называется, но здесь у нас рядышком. И просто упал свет очень хорошо. Я понял, вот, это хорошая стенка, я сюда ещё приду. Вот. И поснимать её больше. Да, 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 и поснимать её больше. А какие вершины фото для тебя, ну, как маяки, как недостижимые пока что? То есть к чему стремишься? Наверное, я стремлюсь. Я хочу всё, знаете, призрачно, я хочу всё понять. Я хочу всё прочувствовать. Вот в таком плане. В плане, там, что-то купить, какую-то технику или где-то работать по этой специальности. У меня такой вершин нет цели, потому что я уверена, в принципе, что я буду заниматься этим всем. Так или иначе. Да, так или иначе, мне всё равно. Я просто знаю, я буду делать то, что мне нравится. И я думаю, оно всё само придёт, когда нужно. А вот сейчас призрачно. Я просто боюсь, что я как-то застыну на одном месте, у меня пропадёт желание. То есть сейчас для меня важно просто стремиться дальше и развиваться, развиваться, развиваться. В чём плюсы и минусы профессии фотографа? Смотри, какую фотографу. Если коммерческий фотограф, это же, конечно, намного больше плюсов. Ну, точнее, если вы себя нашли в коммерции, это, конечно же, заработок, но нестабильный. Это сезонная работа. И, опять-таки, время. Занимает много времени, это всё много сил и большие затраты на технику. Что касается меня, то есть это вот художественная фотография, это стрит, это такая, знаете, немножко неправильная фотография, как я её люблю называть, потому что немногие её оценивают и понимают по достоинству. То это, конечно же, знаете, я всегда говорила, смеются, друзья, кем ты будешь, кем ты будешь работать? Я отвечаю, ну, буду голодным художником, потому что, действительно, такую фотографию её не оценивают дорого, её не покупают. Так что минусы, конечно, это в денежном плане, материальном. Больше для меня... Но попробовать совместить, поработать в том числе и на коммерческой... Я очень хочу попробовать, мне многие фотографы говорят, что очень тяжело, что ты не сможешь, понимаете, коммерция, она втягивает очень сильно, занимает время, вот опять-таки, очень много времени занимает. И она затягивает, и совмещать очень трудно. Но я хочу всё-таки, наверное, как бы это ни звучало, знаете, банально, доказать, что это можно сделать. А я чувствую в себе силы, и я хочу попробовать. Удастся, думаешь, сохранить, да, этот баланс? Я надеюсь, я очень надеюсь, что я смогу совместить. Знаете, никто уже не запрещает, действительно, все свои знания применять, чтобы заработать, и в то же время для себя фотографировать. Никто. Это твоё желание, твоё время, главное, главное — хотеть, мне кажется. А так всё получится. Настя, и заключительный вопрос. От каких фото у тебя захватывает дух, глядя на работы твоих коллег, других фотографов? Захватывает дух? Ну, классика, опять-таки, буду повторять. У меня, и, конечно же, работа моего учителя, я первый раз, когда я даже не понимала, что такое фотография настоящая, я зашёл на страничку Андрея Анатольевича и посмотрела фотографии, и, знаете, тогда это первый момент, когда у меня захватило дух. Я ничего не понимала про линии, пятна, да, какие там линии, пятна, какое чёрно-белое. Просто посмотрел, и я что-то почувствовала. Это, я не могу это описать, просто вот тут что-то захватил. Я думаю, здесь есть, есть смысл, есть переживания автора, есть лицо автора, есть почерк автора. И это осталось, наверное, с тобой и по сей день, и помогает двигаться дальше. Да, по сей день, конечно, конечно. Конечно, Атака, я очень люблю Брессона, кто знает, не поймёт, тоже великий классик. И Родченко тоже, это последний, кстати, фотограф, который привёл что-то новое фотографию. Это ракурсы, это новый взгляд под новым углом. Тоже его фотографии мне очень нравятся. И многие-многие другие, я просто всё, всё поглощаю, всю классику, всё, у меня очень много любимых авторов. Всё равно это самые, наверное, такие любимые. Спасибо большое тебе за этот разговор. На этом будем заканчивать. Сегодня в гостях у проекта «Интервью дня» была фотограф Анастасия Тимченко. Успехов тебе на творческой ниве, вдохновения и такого аппетита к занятию, которое ты выбрала. Вы смотрели проект «Интервью дня», в студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами, до встречи на главном телеканале города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова